Стоять! Камера! Стоять! Стой! Стой! Куда ты? Стой! 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 Стоять! Стоять! Эй, садись! Стой! Ваниску 2! Ваня, на! По батарейке проезжай! Да, разговаривай! Звони 102! Вон полиция! Вон полиция! За полицией быстро! Да, да, да! Наши камеры держи! Алло! Моргай, моргай! Какая машина? Какая машина? 2,27,5! 0,7! Впущайся, родная! Да! Давай, впущайся, родная! Я выхожу! Я выхожу! Виталя, быстро объясняешь? Нет! Сынка Виталий! Только что гаишники взяли... Волокли Сашу! Взяли деньги! Ну короче, взяли... Семерка! Жигули! Гаишная! Поехала в ту сторону! Передайте! Клятка! Клятка! Все! Клятка! Зафиксировали как брали деньги! Все! Да, да, да! Комер машины! Ребят, ну вы видели только что он встречу ехал! Мы на видео есть, не зафиксировали! Семерка! На видео есть! Семерка, да! Мы едем за вами! С красными они! Старайся держаться их ближе! Я понимаю что ты словишь! Ну что страшно? Пусть они передают всем патрулям! Давай, смотри они понеслись! Молодцы ребята! Полиция! Значит полиция сейчас едет за автомобилем инспекторов ГАИ, которые скрылись сейчас! Со взяткой перепуганные! Я смотрю номера на машине! Если честно! Я вообще не помню! 1785 по-моему там! Да? Да! Я вообще не помню в какой момент они... Они... У меня выпала батарейка! Я не понимаю в какой момент! Я не знаю в какой момент выпала, но они раздавили ее полностью! Да! Сейчас у меня переходник все есть! Сейчас я буду запись на речь! Какой номер машины нужно передать им просто! Друзья! Значит мы едем сейчас за полицией! Она остановилась! Предложила нам проследовать в райдел! Чтобы мы начали писать заявление! Инспекторов ГАИ по горячим следам не удалось задержать! Они очень быстро ориентировались! Да! Вот мы смотрим кадры! Сейчас первые кадры! Как это все происходило! Вот мы подъезжаем к райделу! А вот это типа райотдел? Да! Где-то здесь! Значит мы подъехали сейчас к райотделу! Полиция нас сопроводила! Сейчас будем находить заявление! Здесь вот ребята стоят! Я так понимаю! Это тоже новые какие-то кадры! Может в полицию! Может в ГАИ! Сейчас секундочку! Сейчас сюда! Да это? Да! Давайте пройдем! Сейчас у нас полиция проведет! Понял? И как они тянули сани? Связался с ними! Это полиция? Нет! Это у ГАИ было! Полиция посодействовала нам! Да! Полицию мы сразу увидели! И сразу что ли обратился! Потому что я понимаю, что там тоже ушли! Ребята, что их так просто не найдешь! Погоречим следам! У нас номера все здесь есть! Все же здесь! Ну мы после этого планируем еще пойти в управление ГАИ! Сейчас мы пишем заявление! Второе дело на прокуратуру это дело! Нам хочется заглянуть в честные глаза сейчас! Едем за вами, сопроводим! Они сказали, что вы пьяны! И мы сейчас сопроводим до горького парка какой-то! Чтобы вас не слили в полиция! Они продули его! На продукте показалось, что пьяный! Хотя он не пьяный! Ну покажи, когда мы их остановили! Когда они переехали! Смотрите сюда еще! Это более интересное видео! Ну как не более, там взятка там! Чуть-чуть дальше! Смотрите сюда! Смотрите, как они узнают! Они видят нас ими! Вот мы подходим! Я говорю, так и так зафиксировано! Человек только что он был! Подъехали мы! Сейчас у нас назначена встреча с руководством! Покажем им краткий сюжет! Послушаем комментарий! Алло! Дневальный! К Борису Леонидовичу пришли два человека! Хорошо! Сейчас проведет милиционер сопроводит! Проверю! Как у вас тут дела? Как обстановка? В каком смысле? В смысле взятки берут? Наверное, я не знаю! Как это наверно? Как это наверно берут? В первую очередь пускай не дают! Позиция ясна! Позиция не меняется! А если требует? Требует то! У инспекта! За решение вопросов! Да уж не знаю! То, что требует! Здравствуйте! 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 Пойдемте! Мы вдвоем пойдем! Мы фиксируем! Это журналист! Что у вас случилось или у нас? Нет! У вашего руководителя очень большая беда сегодня! Мы пришли с этой бедой, чтобы показать! Алло! Я перезвоню! Каков-то дело в таком! Как обстановка? В каком смысле? Ну, в смысле взятки берут! Наверное, я не знаю! Как это наверно? Как это наверно берут? В первую очередь пускай не дают! Здравствуйте! 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 Мы вдвоем пойдем! Мы фиксируем! Это журналист! Здравствуйте! Здравствуйте! Это у вас случилось или у нас? Нет! У вашего руководителя очень большая беда сегодня случилась! Ой! Подождите! Мы пришли с этой бедой, чтобы показать! Подождите! Подождите, да? Хорошо! Какие интересы! Ну, мы так ждем ребята сейчас! Пошли предупреждать начальника в нашем визите! Ну, кабинет за начальством ГАИО власти Хайкова, сейчас уже около 7-8 минут, уже 10 минут. У нас никто не пускает, где-то какое-то обсуждение, не знаю, хотят ли нас пустить, не хотят пустить. Надо, наверное, спорить серьезное видео, знаете, потому что коррупция в Хайкове не то, что не прекратилась, а разрастается. Может, нам прокуратуру служить не стоит? Не знаю, постучи, может, вы не забыли? Что там? Не закрыл, не закрыл. Не закрыл. А не, вдвоем? Нет, тут же ждет, кто вышел. Ребята, нас прокуратура ждет, понял? Пожалуйста, это не долго. Это очень важное дело, очень важно. Кто это? Он так понимает? Сейчас, секундочку, я же не брошу, никого там играют, не играют. Что он не бросит? Он в работу уже должен бросить, походу. О, здравствуйте. 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 Алло, ладно, зайди ко мне, пожалуйста. Вам, наверное, доложили, да, уже о случившемся? Мне пока ничего нет, никто не дает. У вас сейчас в ведомстве, у вас в ведомстве сейчас все в порядке? Касим инспекторам. Ну, вы, вы отвечаете за работу областного ГАИ? Да, я. Сейчас начальник, я понимаю, на больничном, да? Вы временно исполняющий обязанности. Значит, около часа назад произошло следующее ЧП. Ваши инспектора взяли деньги с человека за якобы то, что он находился в алкогольном опьянении, взяли доллары, взяли гривны. Все, объявилась крытая съемка, все зафиксировано непосредственно с автомобилем этим водителем. Обещали провести, все, полиция не заметила. Да. Мы остановили этих инспекторов, вот. В процессе нашего общения они переехали нас, переехали физически автомобилем. Ну, так почему вы не вызвали туда на место сразу, как физически переезжать? Вы что, они вас позбивали с дороги? Виталик, подождите. Сейчас увидите. Виталик, подождите, я все увидел. Сейчас зайдет исполняющая обязанность начальника отдела. В чем ваш вопрос заключался? Нет, почему вы сразу на место не вызвали группу, зафиксировали на ЕС? Мы были, потому что в райдене... Виталик, мы все зафиксировали, мы были в райдене. Повреждения получили какие? Да, нам дали направление на СМИ, а мы его пройдем чуть позже. Ну, вопросов нет. Можно идти, то есть вам неинтересно дальше, да, я понимаю? Почему неинтересно? Ну, вы спешите сейчас в прокуратуру, вы в больницу сейчас скажете, что я вас задерживаю. Я понял, я понял суть вопроса. Вы хотите что? Сейчас я вам дам виск бумаги, пожалуйста. Мы хотим... Пишите заявление. Нет, нет, мы пришли вам сказать, что мы хотим. Вам интересно? Я слушаю, я вас слушаю, я вас внимательно слушаю. Я не хочу вас слушать. На какие-то действия, я вас внимательно слушаю. И сразу по вашим вопросам, я сразу вам даю какие-то... Вот виск бумаги, пожалуйста. Спасибо. На мое имя излагайте все заявление. Мы проведем проверку, дадим оценку. Можно сказать? Да, пожалуйста. Значит, вас интересовало, что мы хотим, мы бы хотели, чтобы сейчас мы вам озвучим номер этого патруля, чтобы вы непосредственно сюда вызвали этих людей сейчас, чтобы они приехали. Мы их идентифицировали, кто это такие, удостоверения. Они написали рапорта о том, что произошло. Мы вам покажем то, что произошло на видео. То есть мы хотим этих людей увидеть, потому что они переехали нас физически. Хотелось бы понять нам... Давайте мы... Да, Владимир Александрович, присаживайтесь. То, что мы сейчас вызовем все. Мы сейчас давайте мне сначала... Секунду. Номер, не вкратце, вы номер патруля давайте. Какое, кто, фамилия есть у вас. У меня нет. Вот есть из них лич. Лицепс. Мы вам покажем номер автомобиля. Хотя это семерка. Я думаю, у вас таких автомобилей немного еще осталось. Вы же знаете, кто сейчас работает в области, да, ведет патрулирование? Мы сейчас выясним, кто что. Да. То есть это произошло... Семерка 1728. Это автомобиль, да. ВАЗ-2107, 1728. Или 5, или 7. Ну, 7, скорее всего. Сейчас скажу точнее. Пятерка или семерка? Ну, это не важно. Номер автомобиля есть. Это семерка. По капоту вижу. Вот. То есть хотелось бы узнать имя, фамилия людей, пригласить их сюда. Мы хотим очень сильно увидеть их воочию. То есть... Давайте мы... Вы пришли заявление. Мы пришли, знаете, в первую очередь для чего? Для вашего содействия. Мы хотим, чтобы вы... Не перебивать, я закончу, если можно. Мы пришли сюда для того, чтобы вы, как замначальника областного и нам посодействовали. А именно, нашли этих коррупционеров, этих бандитов, чтобы они немедленно летели сюда, чтобы вы посмотрели в их ясные очи, это видео вместе с ними. Вот наша цель. Если не сложно, будьте любезны, посодействуйте в таком русле. Сейчас мы посмотрим это. Ну, извините меня. Я тоже... А за что вас извинять? Вы тоже участвовали в этом? В чем? Вы говорите, вас извинить. За что? Вы тоже коррупционер? Вы тоже участвовали в этом? Зачем вы? Мы сейчас... Так вы, если увидите это видео, вы увидите, что они непосредственно начальники здесь участвуют. Я увижу. Вы знаете, в таком, что они сегодня сделали, участвует начальник непосредственно. Это не просто взяли взятку. Это тюрьм, это бандиты. Вы знаете, что они пьяного провожали по городу, чтобы полиция... 0,40 с чем-то. Да неважно, какая разница? Смотрите. Ну, давайте мы не будем кипятиться. А как не кипятиться? Вы хотите посмотреть на мою ногу? Давайте я сейчас сниму джинсы в вашем кабинете и посмотрю, у меня разбитая нога. Как это вам не надо? Давайте вам помощь оказать. Это подчинение. Я прошу вас с помощью, если можно, оперативно отреагируйте. Сейчас мы отреагируем к вам в кабинет, к вам на ковер, как руководителю. Пусть переедут они. И доложим, что произошло. Сейчас мы все соберем. Я для этого вызвал как раз сотрудника. который будет проводить проверку по этому факту. А потом уже, если эти факты подтвердятся, мы это все направим в прокуратуру, будет прокуратура разбираться. Это все понятно. Вы сейчас можете этих людей пригласить сюда, чтобы мы совместно с ними посмотрели видео? Я сейчас выясню, кто это, что это. Если можно, нам бы тоже было интересно. Можете смотреть в улицу. Ну, выключайте. Ну, вызывайте, мы вместе с ними посмотрим. Вам известен этот человек? Ну, я могу посмотреть. Я могу посмотреть. Конечно, мы сейчас увидим. И послушайте, и посмотрите, все есть. Все, если можно, вызывайте их сюда. И не просто гривны, доллары, гривны, все подряд, все сопроводим, все четко. Зачем мы кричать? Мы не кричать, я так поражен. Я думал, этого нет. Я приехал в Харьков и увидел такое. Я думал, этого нет. Я думал, ушла городская игра и заменила полиция. Я думал, область. Думаю, все четко. Остановили. Предложили продуть. Давай вызовут лишь, а мы не тратили время, а зря. Сейчас, Владимир, я говорю, вызывайте руководителя сюда. Ну, вы, наверное, уж не пострадали. Саша, вы показали? Нет, вы не пострадали. Смотрите, теперь, что произошло дальше. Я сейчас покажу улицах. Теперь смотрите, что произошло дальше. Да, что произошло там было. Что произошло дальше, смотрите, вот. Ну, вот теперь смотрите, смотрите вместе, внимание. Смотрите, мы останавливаемся, мы сообщаем, что мы зафиксировали, что у нас все есть. Они вместо того, чтобы остановиться, выслушать, смотрите, что они делали. Стой, стой, куда ты? Стой, 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 стой. Смотрите. Стоять, стой. А Саша за ними зацепился и все, и пошел. Все, кто так поступает? Вместо того, чтобы все видеть, сказать, ребята, что у вас случилось, давайте задействуем, давайте вызовем, давайте посмотрим. Были у вас какие-то случаи с оперативной болью? Будьте любезны, пригласите их, давайте мы посмотрим непосредственно передачу денег, взятки, пусть они объяснят, почему так произошло, почему пьяного отпустили, почему взяли деньги. И уже дальше мы посмотрим вместе, обсудим с ними. Да мы не будем с ними обсуждать ничего. Потому что если данный факт, сейчас проверку проводим, данный факт налицо, то, что заснято, и все, о чем с ними беседуем? Я хочу посмотреть, вы можете нам посодействовать? Нет, нет, вы не понимаете, секунду, нас интересует 90 приказ, нас не интересуют они. Подождите, 90 приказ, это 90 приказ, найдем и начальнику там, и кто инструктировал их. Я вам задам вопрос прямо в лицо. Вы готовы сейчас посодействовать нам в том, чтобы данные лица приехали сюда, мы идентифицировали их, сняли, потому что данный сюжет будет транслироваться по телеканалу, будет обучен в средствах массовой информации, мы хотим от вас получить содействие. Да или нет? Если да, вы готовы, если вы будете мне вот это рассказывать, это бесполезно. Мы тогда поехали дальше, не будем занимать ваше драгоценное время. Почему? Вы готовы посодействовать? Сейчас мы посодействуем. Будьте любезны, чтобы мы не тратили время. Мы посодействуем, но идентифицировать вы в каком плане их будете? Сюда, пригласите их. Я хочу посодействовать людей, которые мне переехали сегодня. Я могу на них посмотреть? Сейчас команду дают. Почему так произошло? Вот это работа руководителя. А вы сейчас, мы проведем какую проверку, вы думаете, я, извиняюсь, я сейчас закончу буквально минуту, думаете, я буду ждать результат вашей проверки? Мы вот это вот, приезжаем, публикуем, средства массовой информации и все. И дальше пусть занимаетесь, прокуратура, кто угодно. Мы от вас хотим. Для чего мы к вам пришли? Мы хотим от вас, как к другу людей, реального результата, реальной реакции, понимаете? Чтобы мы увидели в вас человека, который способен руководить управлением ГАИ. Получается, я сейчас пришел к вам, что пришел, что в два листочка мне дали, пишите, мы почитаем. Это старая школа, мы же идем к новому. Что мне почитать? Подождите, новое, хорошо. Все это прекрасно. Есть, вы с заявлением пришли. Мы знаете, что хотим? Подождите, вы ко мне пришли с заявлением, так или не так? Да. Заявление. Заявление нужно оформить. Мы вам устно говорим, этого достаточно. Устно говорим, что произошла такая-то, такая-то ситуация. Готовы показать. Устно, хорошо, я вам предложил написать. Вы хотите писать? Вы можете описывать. Мы зафиксируем. Пожалуйста, представьте для начальника. Меня Александр зовут, фамилия моя Куницкий. Нет, но можно документ какой-то? Покажи, пожалуйста. Я же не возражаю, не против проверок и всего остального. Да я понимаю, что у него возражаю. Я хочу просто от вас от действий, чтобы не я. Данные сотрудники были замечены в коррупционных действиях? Может, до этого? Ну, если бы они были замечены, и бы не было. Нет, я знаю, попадались такие сотрудники, которые потом восстанавливались. Числят, они на хорошем счету у вас? В районе нормальном. Ну, то есть характеризуется как нормальный. Ну, сейчас, конечно. Вы не владеете ситуацией конкретно по ним? Ну, я так понял, там сообщение какой-то. Мы, честно говоря, не знаем. Он звание, он звание. Он звание. Он является, я так понимаю, какой звание, я не помню, не майор, нет. Капитан. Капитан, да? Капитан, то есть звание серьезное. Капитан, тем не менее, остановились, не оказали помощь. Почему они скрылись? Почему вам они не доложили, ну, или своему руководителю, не доложили об инциденте? Потому что инцидент был так или иначе. Ну, и с этим мы разберемся. За это не переживаю. Нас душу, сейчас... Вы знаете, мы вообще никогда не переживаем. У нас, если вы следили за нашими материалами, мы вообще в Днепропетровске даже не заезжали по руководству, не делали так, как вам. Мы в Днепропетровске сняли видео со взяткой, опубликовали его, и через 15 минут на странице Аваков отписался. Их нет, и руководителя тоже. По 90-му руководителя их нет. Все сказали, отлично. Они были в АТО, они были везде, за них просили любые. И мы приехали, их четко все сняли. Ну, вы носите вот сейчас, вам нужно оказывать помощь. Я вам предлагаю. У меня есть направление на СМЭ, мне дали его в милиции. Вам надо сейчас, может, перевязывать. Нет, сейчас все в порядке. То есть у меня... Мне в милиции только что оказывали помощь. Мне сотрудники полиции дали динт, у меня забинтована нога. Все в порядке. Ну, руку, вот вы, руку. Не, ну, руку, не, ну, это в это видео упало. Давайте мы тоже сейчас... Нет, тут сейчас нечего переманывать, спасибо большое. Здесь в этом необходимо... Нам полиция посодействовала в свою очень-очень хорошую докладку. Смотрите, что бы ни случилось в службе ГАИ и во всей, в рядовых сотрудниках, по такому инциденту два сотрудника, даже если они скрывали, они должны были доложить об этом. Это, ну, это... Ну, это доложить об такой ситуации. Они должны были доложить. То есть, защищая себя... Это во сколько, во сколько это было? Это было около... Ну, час-полтора максимум назад. То есть, в принципе, времени предостаточно. Мы за это время успели побывать уже и в городском... Ну, то есть, в райотделии нас в полиция довезла туда. В Киевском. В Киевском, который будет за Ржинским. В Киевском. Ну, который недалеко от приезда. Да, который вот пол-два километра от вас. Ну, мне даже срать дела никто не сказал. Вы понимаете, ну, поэтому ситуация такая, что хотелось бы понять. Хотелось бы, чтобы пригласили их, может быть, руководить. Можете позади на их руководитель, начальник их лучше знает, почему так произошло, что это произошло, почему так было. Ты начальника что-то пробовал бы. Очень, я, пока все, мы ехали, очень сильно меня возбудили слова инспектора, то, что мы сейчас тебя проведем, тут просто полиция ездит, говорит, мы сейчас сейчас проведем, мы сейчас тебя проведем, говорит, спокойненько. Мы сейчас за тобой будем ехать, и ты не нарушай, все спокойненько, все это самое. Говорит, что там у тебя есть? Он говорит, 100 долларов, нет, 100 долларов мало, гривны, давай, сколько там ели? Говорит, ну, давай еще гривны, да. То есть, и доллар, и гривны. Ну, это тоже видео у вас все, да? Ну, конечно. А где он туда положил сам водитель? Ага, сам водитель уехал. Он вам нужен? Просто свидетельствует. Да его же свидетельствовали уже инспектора. А, то есть его... Конечно, там они его продули на драгер, прямо себе в автомобиле. Составленный ему штуком уже, без понятых. Все как, все по закону. И сразу же штраф... На месте штраф сразу... То есть, в принципе, он уже прошел полный круг. Законодательный. Я вам скажу, что... Ну... Я вам скажу, что это все происходило не так уж и медленно, не так уж и раздуманно, не так уж и обдуманно. То есть, поверьте нам, что в нашем опыте мы знаем, кто, как, где, когда, за какое время. То есть, какое время нужно, чтобы понять человека, изучить его. То есть, как все происходит. Я скажу одним словом. Не опасаясь. Не опасаясь. Просто не опасаясь. Просто так, как будто, как будто это 6 лет или 7 лет назад. Как будто это еще... Нету полиции. Нету видеокамер, нету... Я вам скажу, сейчас просто настроение у всех, у панических. Все. Да, заходите. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Прожду. Здравствуйте. Они? Да. Давайте начнем. Сейчас, подожди. Давайте начнем. Будете ли этих людей? Спасибо. Спасибо.